Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о магонии подуболизм. Растение достаточно неоднозначное. Если почитать описание магонии, которое дается на сайтах всевозможных садовых центров, питомников и интернет-магазинов, то складывается впечатление, что без этого растения жить просто невозможно. Но как можно себе представить участок без растения, листья которого напоминают падуб, соцветие желтую сирень, а ягоды – кисть черного винограда. Плюс многие продавцы говорят, что из ягод магонии получается отличное варенье и очень вкусное вино. После прочтения таких текстов каждый садовод должен осознать, что сад без магонии неполноценен. Но если мы пороемся в архивах многих садоводческих форумов, то выясним, что разочарованных откликов об этом растении гораздо больше, чем восторженных. Вернее, так, восторженные отклики потонули в разочарованных отзывах. Так кто же прав? Опять продавцы растений врут и обманывают наимных садоводов? Или это виноделы и производители малинового варенья боятся конкурентов и заказывают антирекламу? Вот в этом мы сейчас попробуем разобраться. Родина Магония – западная часть североамериканского континента. Род Магония получил свое название в честь американского ботаника Бернарда Магмагона. А вид подуболистная – за сходство с падубом. Ну вот посмотрите на лист падуба и Магония. Разве они не похожи? Почти братья-близнецы. Хотя на этом сходство и заканчивает. Никакого отношения к падубам Магония не имеет. И к магнолиям, кстати, тоже. Магония относится к семейству барбарисовых и родом из Северной Америки. Это небольшой кустарник, достигающий одного метра в высоту и не сбрасывающий полностью листву на зиму. Пик ее декоративности приходится на весну и осень. Магония, безусловно, обращает на себя внимание весной, когда кустарники вокруг стоят без листвы, а она стоит уже зеленая. Затем примерно к концу мая покрывается нежными желтыми цветами, собранными в кистевидные соцветия. Летом этот кустарник ничем не примечателен и не выдерживает никакой конкуренции с другими растениями. А вот осенью Магония снова в центре внимания. Во-первых, у нее красивая осенняя окраска. Лист из зеленого становится багряным. А во-вторых, куст усыпан черными ягодами, напоминающим черный виноград. Именно поэтому Магонию называют орегонским виноградом. Ягоды, кстати, не ядовиты, но на вкус отвратительны. Их можно пустить на варенье, но сахар понадобится очень много. Если вы решитесь пустить их на вино, то вкусом такого вина вы будете сильно разочарованы. Думаю, что в конечном итоге вы его вылите. Ягоды Магонии действительно иногда используются в виноделии. Их добавляют, чтобы придать терку с вину. Но не более того. На сегодняшний день я не знаю никого, кто бы употреблял в пищу плоды Магонии. Хотя нет. В Америке есть племя индейцев, которые ее употребляют в пищу. Итак, из вышесказанного следует, что Магонию можно использовать только как декоративный кустарник, а не как плодово-ягодный. Но для этого нужно учесть несколько фактов. Так как Магония не сбрасывает листву на зиму, она может подгореть и неплохо бы защитить ее от весенних ожогов. Второе. В природе это растение растет под полгом леса. Поэтому оптимально будет высадить Магонию в полутень. А если она сидит на солнце, то позаботьтесь о дополнительном поливе. Третье. Ужасно Магония выглядит, если ей не проводить омолаживающую стрижку. Поэтому стоит регулярно выстригать старые ветви. И последний момент. Для того чтобы Магония заиграла, не сажайте один кустик, а высадите сразу картину из трех-пяти экземпляров. Тогда и плодов будет больше, и смотреться она будет лучше. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся!